Музыка Торжественно клянусь многонациональному народу Адыгеи При исполнении обязанности президента Республики Адыгея Строго следовать Конституции Российской Федерации Конституции Республики Адыгея Федеральным Законом и Законом Республики Адыгея Уважать и защищать права человека и гражданина Добросовестно осуществлять возложенные на меня народом обязательства И это главное, на чем строится политика Аслана Тхакушинова Испытание на прочность команды главы прошла в период экономического кризиса Именно антикризисные действия власти обеспечили стабильность экономики Сегодня доходы людей поэтапно, но растут Улучшились демографические показатели Но серьезным испытанием стали не только экономические сложности Но и острые социальные проблемы Аслан Китович, на сегодняшний день самые серьезные проблемы, которые вас тревожат? То, что тревожит основное население нашей республики Это, конечно, низкая заработная плата средняя Это безработица, которая сегодня в республике есть Хотя небольшой процент Это жилищно-коммунальные выплаты, которые сегодня очень тяжело народу выплачивать И еще, чтобы экономика республики Адыгея взяла бы такую динамику Которая бы позволила решить многие социальные проблемы С момента вступления Аслана Тхакушинова в должность главы В республике начала реализовываться новая стратегия социально-экономического развития На тот период было несколько ключевых моментов, которые предстояло решать Один из них – привлечение в Адыгею крупных инвестиций Другой ключевой момент – снижение уровня дотационности региона Сегодня, говоря о проделанной работе, Аслан Тхакушинов понимает, что не все удается сделать, как хотелось бы Но уверен, самое главное – Адыгея шагнула вперед и встала в один ряд с динамично развивающимися регионами России Сельское хозяйство изменилось в хорошем смысле, в хорошую сторону Последние пять лет мы брали рекордный урожай Это около 450 тысяч тонн зерновых каждый год В наши советские времена, когда мы были, было это до 380, иногда до 400 доходило У нас 450 последние пять лет Не менее 450 Это действительно рекордно ежегодно Где хорошие земли, у нас ни одного клочка нет, чтобы не обрабатывалось А можно сегодня сказать, что в Адыгеи создана новая экономическая среда? Безусловно, потому что экономика и промышленность – это когда заводы, фабрики работают Сегодня они работают на потребу дня, на то, что нужно народному хозяйству здесь Или народному хозяйству в других субъектах нашей республики И поэтому это и редукторы, это машины, которые славятся Это наш завод выпускает установки, в которых нуждается лесная промышленность нашей страны То есть есть такие примеры А есть еще примеры, которые, конечно, как фирма «Дружба», она распалась Есть и другие проблемы, о которых мы знаем и стараемся решать По официальной статистике, за последние 6 лет введено в строй 209 объектов Из них 182 – социальные направленности Курс на модернизацию взят в образовании и здравоохранении И конечная цель реализуемых программ – отремонтировать и оснастить новым оборудованием Все имеющиеся в Адыгеи объекты Строятся десятки новых Еще один повод для гордости – газификация Адыгеи Она составляет почти 77% Это на 14% выше общероссийского показателя Что касается привлечения в республику инвестиции Сумма более чем значительная Почти 70 миллиардов рублей Создано более 7 тысяч рабочих мест При этом Аслан Кокушинов говорит о совместной работе всех ветвей власти И общей ответственности Подчеркивая, работа в тесном контакте с федеральной властью Аслан Кокушинович, приступая к работе в должности главы республики Адыгеи Что вы ожидали, а что не ожидали совершенно? Я думал, что люди как бы более отдаленно себя не ставят рядом с исполнительной властью, с законодательной властью А некоторые случаи жизненные и рабочие говорят о том, что они искренне сопереживают Они стараются на себя часть ответственности взять за развитие экономики Они вступают уже в полемику Люди начинают осознавать, что они живут для себя Они учат на этом примере своих детей Нам хочется услышать, когда нас может быть хвалят Но это не главное Главное, чтобы результат был И то, ради чего мы работаем Это было бы понятно И чтобы люди, которых мы стараемся, их условия улучшить Чтобы понимали Я вижу, вот такое понимание есть О неожиданности, они какие-то, может быть, бывают Но есть некоторые люди, которые стараются, думают, что если бы они работали, гораздо лучше была бы экономика Я в этих случаях не возражаю Ни один человек, который хотел бы у нас в правительстве и говорил, я профессионал Я хочу по этому направлению работать Я хочу пользу приносить для республики Адыгея Не отклонен был Услуга любого профессионала Для нас это благо Для нас это движение вперед В том, что Аслан Китович легок на подъем Мы, журналисты, имели возможность убедиться Причем неоднократно Несмотря на огромный объем работы Буквально на следующий день После начала съемок Глава республики неожиданно решил съездить вечером в горы А на следующий день отправился в родной аул Уляп А еще он любит слушать музыку, говорит, это расслабляет И водить машину, делая это виртуозно Я за руль сел еще, когда был в школе Я был бригадиром ученической производственной бригады И там, кто бы ни приезжал, на какой машине То ли на тракторе, то ли на машине Я спросил, чтобы давали мне руль Вот от одной кучи свеклы, где мы грузим До другой, вот доехать И счастье неописуемое было У меня все виды, категории вождения автомобиля И других видов мотоциклов, автомобилей, трактора, еще что-то Все, что есть, у меня открыто Я имею право, возможность на любом виде С пассажирами, с грузом, на КАМАЗе На чем угодно могу ездить Имею право и ездил почти на всех видах транспорта Кроме самолета И на танке даже один раз ездил Барнир? Да, нет, здесь, в Майкопском учебном центре Все испытать на себе стало главным принципом жизни Аслан Хакушинова По служебной лестнице Аслан Хакушинов продвигался стремительно В 26 лет он занимал руководящие должности в Комитете по физической культуре и спорту В 36 возглавил систему профтехобразования в Майкопе Директор ПТУ номер 17 В 94-го года основатель и ректор Майкопского государственного технологического института Позже вуз блестяще пройдя государственную аккредитацию получил статус университета Слухи, окружавшие открытие технологического института в Майкопе ходили один краше другого Говорили, что это маловероятно Утверждали, что федеральный центр не поддержит подобную инициативу Интерес к этому событию не утихает до сих пор Вряд ли кто-то другой тогда смог повести себя столь же решительно Факт создания института, открытия федерального государственного учреждения образования Было под вопросом, потому что мы попали в 90-е годы, когда все разваливалось Когда все сокращали и высшие учебные заведения, и средние специальные учебные заведения А то, что сегодня мы видим, то, что мы сегодня ощущаем, что это единый университет Это составляющие главные были автотранспортный техникум, деревообрабатывающий техникум, аграрный колледж, который был в парке и сейчас Теперь они корпус 1, корпус 2, корпус 3 Майкопского государственного технологического университета Мы представили документы все, которые были связаны с открытием нашего института И я уехал, сказали, через месяц, 2-3 вы получите разрешение Постановление правительства Российской Федерации об открытии этого института И мы приехали, через 3 месяца мы отказ получили Министр мне звонит и говорит, что мы же знали, что это не получится Я говорю, а что, документы вернули А где они? У меня в кабинете Я говорю, дайте мне эти документы Я снова поехал, полгода потратил И Черномырдин подписал открыть Майкопский государственный техникум Пока я сам там не выстоял, пока сам не получил, большой надежды не было Мы рассматривали вопрос о возможности открытия факультета медицинского Но не получилось, пока мы статус университета не получили Мы долго бились, потом все были против того, что мы открыли еще медицинский институт Сегодня при Майкопском государственном технологическом университете Создан Майкопский государственный медицинский институт Я думаю, что уже около 500 студентов там обучаются Почему именно технологический, технический? Потому что гуманитарный университет у нас был Адыгейский государственный университет Поэтому аграрными вопросами Развитием туризма Развитием сельского хозяйства Развитием промышленности И тех специальностей, которых мы довели до 37 Сегодня около 40 специальностей в Майкопском технологическом университете Они направлены на те отрасли, которые у нас есть Если у нас будет сейчас туризм развиваться, то мы уже 18 лет готовим Наши дети работают в Адлере, в Сочи, за границей, в Москве По своим специальностям у нас никогда этих специальностей не было Сегодня есть определенная гордость Одновременно Аслан Хакушинов заявил себя и в политике Несколько раз избирался депутатом Майкопского городского совета народных депутатов В 90-м депутат Адыгейского областного совета Позже депутат и член президиума Верховного совета Республики Адыгея В разные годы возглавлял комитет по культуре и образованию делам молодежи Председательствовал в парламентском комитете по гуманитарным вопросам В конце 2006 года для Аслан Хакушинова начался новый отчет времени Аул Уляб – родина главы республики Сегодня улица, где рос Аслан Хакушинов, носит его имя Родительский дом и сейчас мало чем отличается от того, каким он был много лет назад В небольшом ауле, вспоминает глава, все жили как одна большая семья И сегодня приезд Аслан Хакушинова не прошел незамеченным Практически сразу увидеть дорогого земляка пришли соседи и родственники И эти минуты, говорит глава, по-настоящему вдохновляют Это место, где я родился, это аул, в котором меня воспитывали И я думаю, что вот по всем этим человеческим понятиям Это самое главное Есть достижения, нет достижения Главное – родина, малая родина Родина, в которой тебя знают, в которой тебе доверяют Это поддерживает эмоционально, это энергетика положительная Поэтому я думаю, что для меня это самый важный момент в жизни Это когда я попадаю на свою родину Когда я встречаю своих учителей Тех, которые меня воспитывали, соседей, с которыми мы в хороших отношениях все время Поэтому много долго можно говорить об этом Но это родина, как и у любого другого, это основа нашей жизни Сегодня Аслант Кокушина бывает здесь нечасто С тех пор, как не стало родителей Вспоминает, как косил траву, сажал деревья Смастерил конуру для любимой собаки Вспоминает, как помогал отцу в огороде И что дом всегда был полон гостей Мама была для детей великой заступницей А сам он готов был на многое, чтобы заслужить ее улыбку Домик у адыгов обычно есть Дом огромный есть и рядом Строят еще маленькое помещение Это времянка, в котором практически они постоянно живут Но вот это мы единственное, что осталось после отца Это он стоит как памятник Иногда заходим, вспоминаем Я ему чуть-чуть помогал еще Это было очень давно Поэтому это как памятник для нашей семьи Это отцовское строительство, отцовская стройка И, конечно, мы понемножку, каждый из нас, из детей, которые здесь родились И старались какую-то память о себе оставить Вот эта беседка тоже очень старался я построить Думаю, мать говорит, вот у других есть какие-то беседки Где можно выйти и посидеть в тени И там это очень хорошо Я ничего не говоря, что я сделаю, не сделаю Я потихоньку приступил, быстро сделал И до сих пор мать, когда я вижу беседку Я родную мать свою вспоминаю, говорю Вот бы она была бы, как бы еще была бы радость Радовалась так, как радовалась тогда Когда я закончил эту беседку Поэтому я считаю, что память людская Она, конечно, воплощает очень много в себе И память о тех, кто нас вырастил, воспитал Это главное в нашей жизни Поэтому беседка – это память о моем отце, о моей матери Но больше здесь матери То, что в ауле растет целеустремленный и талантливый мальчик Первыми распознали соседи Аслан Хакушинов рассказывает, что соседские бабушки Определили по руке быть ему учителем В 60-х эта профессия была самой престижной Отличником не был, но полученные знания Помогли без проблем поступить в ВУЗ Интересно Это был мой класс Я в этом помещении, аудитории учился Но такой красоты у нас не было Столько прекрасных детей сейчас размещается Я думаю, что жизнь продолжается Вот обратите внимание Я думаю, что уляп станет тем составляющим Когда демографическая картина будет решена Будущее за ними, за детьми Ради них мы работаем, ради них мы живем И я считаю, что нам повезло Какие прекрасные детишки Пусть у них будет много здоровья, много успехов Пусть они превосходят по своим возможностям То, чего мы достигли в жизни И мы будем радоваться за каждого из них Высокий, с открытым ясным лицом Прилежный ученик, спортсмен, заводила и весельчак А ульчане добавляют, во всех компаниях и начинаниях Он был неоспоримым лидером Вспоминает, что ходил быстро, иначе не мог Я не ходил Я не ходил вот так, как ходил Я бегом старался Подпрыгивал бегом, бегом Энергии было очень много В каких-то спортивных секциях не было Иногда окно выставляли в клубе Туда заползали И там теннисный стол стоит Книжки ставили, как сетка И книжкой в теннис играли Злобин Михаил Иванович у нас был С Еленовской Он нас с первого класса по последней учил И тоже запомнился Очень-очень переживал за наши возможные успехи Стрельбой занимались в свое время Но ходили очень быстро Ходили Ну и то думал, надо еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее Как и положено, хорошему мальчику В школе Аслан Хакушинов не пропускал уроки А иначе и быть не могло Школа находилась недалеко от дома И о каждой проблеме родители узнавали моментально Такого понятия, что вот как сейчас Вот кто-то не посещает уроки там Или еще в мыслях есть, что можно не посетить Если отцу передали Он говорит, голову отрежу и все А я поверил ему Вот раз голову отрежет Думаю, лучше я буду ходить на занятия Чем он мне голову отрежет И в свое время он тоже, я ему очень благодарен Конечно, как каждый ребенок К своему отцу Он тоже сказал Не кури, говорит И ни разу никогда не пробовал ни одной сигареты Вот до сих пор Изучение русского языка и литературы, признается Аслан Китович Приносило гораздо больше удовольствия, чем бесконечное заучивание теорем И наравне со строгими родителями боялся учителей Мария Сафоновна по русскому языку нас учила Попробуй что-нибудь, какое-то слово забудь Мы, когда она заходила, мы присаживались вот так Не дай Бог, она нас что-то заденет, что-то спросит И скажет, что вы такие-сякие, вы не хотите, вы не способны И ваш аул, и ваш род Поэтому мы старались, чтобы и аул хорошо выглядел И род был бы умный Поэтому старались Теперь, вспоминая детство, Аслан Кокушинов уверен Отец воспитывал в нем требовательность в первую очередь к себе В будущем занимая самые разные должности Он был строгим и очень разборчивым руководителем Подобный стиль работы не поменял и возглавив Республику Адыгея При этом Аслан Кокушинов добавляет Мы стараемся ставить перед собой амбициозные, но решаемые задачи Мы стараемся на самом деле, мы хотим, чтобы и все были услышаны, и все были трудоспособны, трудоустроены, и все, чтобы смогли содержать своих детей, учить их иметь в садике, учить в школах, поступали бы в высшее учебное заведение Среди увлечений Аслан Кокушинова игра в бильярд Говорит, что с удовольствием наблюдает, как красиво сыгранный мяч ложится в лузу А саму игру считает самой элегантной и затягивающей Глава чувствует себя в игре уверенно, и мы, нарушая определенный в игре этикет, одно из правил которого не разговаривать, поинтересовались, какую роль в жизни Аслана Китовича играет цифра 13 И дело здесь не только в праздном любопытстве, выяснить, суеверный ли глава человек Первый удар в качестве битка был совершен шаром под номером 13 В биографии главы на этот счет несколько примеров Аслан Китович, цифра 13 для вас счастливая, что-то связано с ней? Я всегда ожидаю, что 13 числа я что-то хорошее узнаю или что-то хорошее мне сделают В общем, верю в эту цифру, как и во все другие, но особенно в эту Случайность это или нет, но именно 13 декабря 1994 года был основан Майкопский государственный технологический институт 13 декабря 2006 года республиканский парламент наделил Аслан Хакушинова полномочиями президента 13 января 2007 года он официально вступил в должность президента республики Адыгея В 2012 году, 13 января Аслан Хакушинов во второй раз возглавил республику В биографии Аслана Китовича есть еще одна серьезная глава, о которой он говорит нечасто, не любит афишировать Однако сегодня это стало частью его жизни Пришлось привыкать к жизни на показ В должности руководителя республики отказался от многих любимых привычек Раньше вы очень любили гулять и даже часто ходили пешком на работу Сейчас часто можете позволить себе такую прогулку? Я думаю, сейчас это практически невозможно А то, что до этого я ходил, это почти каждый день я из дома выходил Проходил разные маршруты, иногда выбирал И проходил до работы Работа у меня в технологический институт Последние 10-13 лет я почти каждый день ходил Еще опускался в парк по лестницам Потом возвращался и продолжал работать А сейчас за 6 лет, наверное, ни разу еще пешком из дому не шел Потому что условия жизни изменились То, что я в хорошем смысле этого слова не свободен И то, что сегодня я не могу позволить даже пройти на работу Это самое плохое, что у меня в этой работе Меня менее всего устраивает Поэтому я думаю, что, наверное, человек ко всему привыкает Я чуть-чуть более спокойно сейчас отношусь А первые годы очень тяжело было Ну, непривычно Я по этим аулам бегал, я голодал вместе со всеми А сейчас такое величие какое-то Какое величие? Я такой же, который был там Я такой же, сегодня только работа другая До этого еще другая работа была В зависимости от должности человек не должен меняться Аслан Китович очень гордится друзьями не из мира политики И уверен, что ни один политический деятель Не принесет своей стране такую известность Как деятели культуры и спорта На вопрос, что для вас значит Майкоп Отвечает самый важный город на земле Это не просто столица республики Красивые улицы Это символ При этом добавляет Майкоп Достоин лучшего отношения, большей любви и внимания Аслан Китович По вашей инициативе Майкоп за последние годы Кардинально преобразился Прошел комплексную реконструкцию Это было решение человека, занимающего пост главы республики Или, может быть, давно было желание как-то изменить Сентрбород Дело в том, что Мне показалось и казалось все время Что люди должны комфортно жить Люди должны комфортно отдыхать Если такая возможность есть, значит власти не зря Добрый день Как отдыхаются? Молодцы Молодцы Дай Бог здоровья вам Удачи Самого доброго Аслан Китович Бытует мнение, что город должен менять свой облик через определенное время Вы с этим согласны? Ну, закон философии Все течет, все меняется И когда мы сегодня видим, что что-то нас не устраивает Мы коррективы вносим И начинаем выходить из той ситуации, которая не позволяет комфортно жить И я считаю, что это цена, которую никак невозможно в деньгах измерить Потому что радость людская, детская Вот, ребенок бегает, да? Ничем не измеряется Вот, нравится девочке Значит, мы не зря живем, не зря работаем С Майкопом Аслан Тхакушинова связывает целая жизнь Полное воспоминаний и эмоций Это город, где прошли студенческие годы О которых глава вспоминает с легкой и приятной нотой ностальгии Город, где живет и работает много лет Аслан Китович, а у вас есть любимое место в городе? Куда бы вы любили приходить? Вот, где плотина Каждое утро подходил Вот это ощущение чего-то там необычного Потому что там воздух совершенно другой Вот так открывал руки и стоял И думал, что это самое красивое место Вот здесь действительно красиво постоянно И сейчас вот если посмотреть А что касается вот самого ощущения города Оно было связано с тем, что мы были молодые Мы были здесь студентами Адыгейского пединститута Учились И, конечно, казалось, что все, что здесь ходит, двигается Люди, собаки Все, что есть, думали, нам принадлежит Мы молодые, амбициозные были Потом со временем, оказывается, не нам только это Многим принадлежит Мы должны бережно относиться друг к другу Поэтому вот такие воспоминания Они добрые, занимались спортом Приходили, здесь чудильник какой-то был, танцевали Иногда там спрашивали, что не подходи к этой девушке А подходи к той И когда мы последние курсы были Дом офицеров, дом последних надежд, говорили Это девушки, которые не выходили, не выходили Потом решали И наши ребята, многие там находили свое счастье Любовь к горам – это давняя история Сегодня Аслан Кокушина бывает здесь крайне редко Но поговорить о главном объекте Республиканского туризма Лаганаки Решил непосредственно на месте Совместив разговор с конной прогулкой Строительство круглогодичного горноклиматического курорта Проект дорогостоящий и масштабный План строительства расписан практически детально В рамках туристического кластера Осуществляет который Госкорпорация курорта Северного Кавказа В ближайшие несколько лет здесь должны появиться Десятки новых объектов Гостиницы, лыжные спуски, комфортабельные канатные дороги Лаганаки должен стать оплотом туризма Адыгии И по мнению руководства страны обречен на успех Именно с реализацией этого проекта Аслан Кокушинов связывает самые смелые прогнозы По развитию экономики республики В инфраструктуру Майкопского района Республикой уже вложено более 1 миллиарда рублей И самое главное – созданием курорта Создадутся совершенно новые условия Не только для тысяч туристов, но и жителей Адыгеи Локомотивом для развития экономики Мы все-таки считаем развитие туристического кластера То, что плата Лаганаки в государственную программу Российской Федерации вошло Там есть множество выгодных составляющих Это, например, 20 тысяч новых рабочих мест Это полтора миллиона посещений туристами в течение целого года Это 50 подъемников Это наше будущее Это будущее наших детей Это будущее нашей республики Это будущее нашей страны Поэтому я думаю, что это мы будем притворять в ближайшее время Это присовокупить к тому, что вот сегодня неплохо развивается экономика республики Мы будем стремиться к тому, чтобы не было дотационности А мы сами зарабатывали на свою жизнь Сами планировали бы без помощи федерального центра Все вопросы связаны с подготовкой проекта сметной документации В полном объеме И одни из первых, которые с курортами Северного Кавказа подписали договор О строительстве кластера Это республика Адыгея и Краснодарский край Поэтому есть уверенность, что мы делаем правильно Важнейшей заботой власти Аслан Хакушинов называет духовно-нравственное воспитание молодежи И большую роль отводят в этом вопросе религии В республике реконструируются и строятся храмы и мечети Стремление главы Адыгеи, предстоятеля Русской Православной Церкви Назвал личным примером верности духовным ценностям И историческим корням многонационального народа Адыгеи Профессионализм, деловые и личные качества Аслан Хакушинова Высоко оценили и в Кремле Ордена почета за заслуги перед Отечеством 4 степени Очень многое личными усилиями главы Адыгеи Сделано для того, чтобы республике было чем гордиться и в будущем Аслан Хакушинов уверен, что в этой жизни без усилий ничего не получится И превыше всех заслуженных достижений ставит мир и согласие в Адыгеи У вас очень много наград, есть которые наиболее дорога вам? Я вот думаю, что все-таки орден дружбы, который Дмитрий Анатольевич мне вручил Само слово, само понятие дружба мне очень дорого И когда я в своей деятельности не возвышаю одну национальную группу или другую не опускаю А считаю, что каждый должен развиваться так, как он представляет себе И в согласии, в дружбе, во взаимопонимании должны И вот эта награда, это, наверное, то, ради чего стоит работать Потому что дружба, а дружба это что такое? Это мир, согласие в республике Адыгея Я еще при этом всегда повторяю, что это не мы создали это согласие, этот мир Не наша команда, а она, эта команда подхватила хорошее все То, что и при Аслане Олевиче, и при Хазрете Меджидовиче У нас не было войны, чтобы мы остановили У нас было всегда согласие, мир Мы это поддерживаем И мы гордимся этим Что касается личной жизни, поделился собственной философией Если ты не находишь времени просто жить Наслаждаться общением с семьей и друзьями Ты не способен и работать Все свое свободное время Аслан Хакушинов посвящает внукам Признается, что это необходимо, как воздух А кто из вас больше любит дедушку? Я Я Вот такой он, глава Адыгея Аслан Хакушинов Разный, неизменно обаятельный и открытый Кстати, если посмотреть по рейтингам информационной открытости глав субъектов У Аслан Хакушинова он один из самых высоких в стране Главной удачей своей жизни Аслан Хакушинов считает, что ему довелось быть в самом центре событий Связанных с принципиально новым развитием Адыгеи И не просто быть, а играть определенную роль Как гражданин, как лидер республики и как человек Вы посадили дерево, построили дом, вырастили сына Сегодня о чем мечтаете? Я бы хотел, чтобы все наши земляки, конечно, могли построить дом, могли посадить дерево, могли бы воспитать сына Не главное, что одного сына, там не сказано об этом Там можно 10, можно 15, тем более, что демографическая картина не совсем хорошая Мы на молодежь, на вас надеемся, на молодых, которые могут эти проблемы разрешить Тогда жизнь продолжается, если детей много, если деревьев много, если дома строятся, это очень хорошо Адыга, республика, митлэшхайб, шарльхкар, сгача, захуча, урусия федерациям и конституция Адыга, республика, ми конституция, федеральный законхар, эти адыга республика, ми законхар Дэхьим, огда, сытанхав, цифрым, эти гражданинами фитнагашхача, афасшинов, эти гасухуманхав, народным шарльхакусвичгахар Сугуятагау, ши анагам шипхрызгачау, адыгею и народу, шапхаба, хурам, торжественна, куша апыта, кэсэта Субтитры создавал DimaTorzok